Переводы в Армению в один миг. В приложении Фора Банка. Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. Фора Банк. Ваш банк выгодных переводов в Армению. Борис Васильевич, давайте перейдем в другой континент, Вашингтон. В Вашингтоне главы США и Турции обсудили армяно-азербайджанский мирный договор. Скажите, насколько сходятся позиции Вашингтона и Анкары по конфликту армяно-азербайджанского? Да, действительно, вот такие заявления прозвучали. На мой взгляд, у Анкары и Вашингтона есть общие моменты в оценке. Отношения между Арменией и Азербайджаном и позиции Турции. Но здесь надо, прежде всего, говорить о том, что Турция – это член НАТО, притом важный член НАТО. Естественно, здесь имеются и отношения, и военные, и военно-политические между Турцией и Соединенными Штатами. И это, в общем-то, логично, что отношение Турции к армяно-азербайджанскому конфликту, к ситуации на Южном Кавказе, они, в общем-то, прежде всего, если так более подробно немножко об этом поговорить, то прежде всего надо говорить о том, что Турция проводит в своей внешней политике только продвижение своих национальных интересов, своих государственно-политических интересов. Иногда даже не обращая внимания на интересы своих партнеров. Это политика руководства Турции. В том числе и Баку, да? Да, да, в том числе и Баку. То есть здесь политика нео-османизма, я бы так сказал. Это продвижение интересов Турции во все регионы, которые когда-то входили в состав Османской империи. Да, между Турцией и Азербайджаном существуют такие довольно тесные связи, экономические, военно-политические. Но вот если говорить по отношениям между Турцией и Соединенными Штатами, Турция это, так скажем, еще раз я повторю, страна, которая позиционирует себя как глобальная держава. Это тоже надо отметить. Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция это глобальная мировая держава, ну так надо понимать, наряду с США, Россией, Китаем. И вот эта позиция Турции, она проявляется в политике во всех регионах и в отношениях практически со всеми странами, в том числе и с Соединенными Штатами. Ну естественно, Соединенные Штаты великая держава и собственно Турция должна идти в русле политики США. Но только в какой-то степени, здесь это тоже надо подчеркнуть, здесь Турция достаточно умело, я бы сказал, играет на противоречиях между Россией и Западом и США. И опять же продвигая свои интересы. Ну вот здесь очень важно конфликту армяно-азербайджанскому. Насколько сходятся позиции Турции с российской? Да, армяно-азербайджанский конфликт это сложная ситуация для России. И сразу надо признать, поскольку, ну если в историческом аспекте возьмем эту ситуацию, то и Армения, и Азербайджан входили когда-то в Советский Союз, были союзными республиками. И конфликт, который существует до сих пор между Арменией и Азербайджаном, это собственно, здесь я тоже несколько исторический такой аспект возьму. Ну, это собственно следствие развала Советского Союза, это тоже надо признать. И все конфликты, которые происходили и происходят на территории бывшего СССР, это следствие распада Советского Союза. Но это уже отдельный вопрос. И что касается позиции Турции и России по отношению к этому конфликту, Турция сразу поддержала Азербайджан, безоговорочно, и поддерживает позицию Азербайджана, и оказывает ему поддержку. Армения ожидала, что Россия поддержит Армению. Ну вот здесь я повторю, сложная ситуация для России, поскольку, если для Турции... Азербайджан это, как вот турки говорят, это один народ, два государства, то для России вот этот конфликт, это конфликт между, в общем-то, двумя странами, с которыми у России были нормальные отношения, и в прошлом это были братские, я не побоюсь этого слова, Братские республики, обе, и Азербайджан, и Армения в Советском Союзе. И поэтому для России поддержать какую-либо сторону, это достаточно сложно. В этом, в общем-то, на мой взгляд, и позиция этой проявилась, и в позиции России. Но вот такова ситуация. Да. То есть и Азербайджан, и Армения Россия интересует одинаково. Или сейчас уже нет? Сейчас несколько изменилась ситуация. После вот заявлений руководства Армении о том, что вот все отношения, и отношения, и развитие этих отношений между Россией и Арменией после 91-го года, это была ошибка. Так было заявлено. Ну, крайней мере, так вот интерпретировали заявления армянского руководства. И после этого, конечно, у России несколько, я повторяю это, несколько сместился вот такой акцент отношений с Арменией. И отношения с Азербайджаном, вот эта визита в Азербайджан, и соглашения, и развитие отношений с Азербайджаном. Да, это следствие, вот все-таки, это следствие вот этих вот действий, заявлений, по крайней мере, армянского руководства, последних действий. Борис Васильевич, если, допустим, Армения и Турция решат нормализоваться отношения, открыть даже границу, Баку сможет помешать этому контакту? Я думаю, что нет, поскольку, во-первых, у Турции с Азербайджаном такие достаточно близкие отношения, и экономические, и военно-политические, и Армения не будет, Азербайджан не будет выступать против действий Турции, вот в плане восстановления каких-то отношений, нормальных отношений с Арменией. Поэтому я не думаю, что это произойдет. И второе, то, что это и не в интересах Азербайджана. Собственно, Азербайджан, вот в результате конфликта и соглашений различных, сейчас контролирует территорию Нагорного Карабаха. И, собственно, обострять отношения с Арменией и вступать в противостояние с Турцией не в интересах Азербайджана. Поэтому я не думаю, что будут какие-то действия в этом плане Азербайджана. Да. А какое значение имеет для переговорного процесса, для нормализации отношений между Ереваном и Баку отношения Баку с Западом? Да, у Баку... В последнее время давайте отметим, что эти отношения, мягко говоря, не сладкие. Да, действительно. Но, опять же, здесь надо говорить, что у Азербайджана, собственно, нет каких-то серьезных проблем со странами Запада. Ну, если не иметь в виду отношения с Францией. Ну, Франция это особый вопрос, поскольку Франция, во Франции, как известно, сильная и армянская диаспора, и вот тот складывающийся альянс Франции, Греции, Индии и Армении. Это также не в интересах Азербайджана. Но, тем не менее, на мой взгляд, все-таки вот какого-то противостояния у Азербайджана со странами с Западом в целом, и в частности с какими-то странами, его нет. Ну, если вот не брать вот этот альянс, и то это, собственно, он складывающийся пока, это только альянсы. Здесь трудно говорить о каком-то противостоянии. Азербайджан